Всем привет! Вот уже с конца прошлого 2017 года у мы фанатов Властелина Колец, да и просто любителей эпических сериалов, будоражит новость о том, что мы с вами таки увидим сериал, основанный на вселенной Толкина. Ажиотаж вокруг этой темы огромный, а информация довольно размытая, что в свою очередь порождает нереальное количество слухов, домыслов и неточностей. Но отныне с этим покончено, ведь в этом видео я собрал для вас всю самую свежую, актуальную, а главное подтвержденную информацию о готовящемся проекте, его производстве, дате выхода, актерах, сюжете и так далее. Так что если вам интересно узнать, что же для нас готовит Амазон и что из этого в конечном итоге может получиться, смотрите и не пожалеете. Итак, начнем по порядку. О том, что наследники знаменитого писателя продали права на экранизацию его произведений, мы узнали еще в ноябре 2017 года. Тогда же стало известно, что за эти самые права сражались сразу три медиагиганта – Амазон, Нетфликс и HBO, но в результате заоблачную сумму, запрошенную наследниками Толкина, выдержать смогли только толстосумы из Амазон, тогда как представители HBO вовсе обиделись и сказали, что с такими шкурадерами, как Толкин и Стейт, они никогда более не будут иметь никаких дел. Впрочем, это сейчас не так важно. Итак, Амазон отвалили наследникам писателя 250 миллионов долларов, причем не за какое-то конкретное произведение, а за возможность в принципе экранизировать его вселенную. То есть у американцев с одной стороны есть свободное поле действия, но с другой нет настолько четкой основы, как была у Питера Джексона в его «Властелине колец» или том же «Хоббите». Впрочем, работу над новым сериалом ведет не только компания Амазон. Нет, с ними же сотрудничает еще и Толкин и Стейт, издательство HarperCollins и New Line Cinema, подразделение Warner Bros. – компания, создавшая каноничную трилогию и фильмы о «Хоббите». Так что все вместе сообщайте, ребята, думаю, способны выдать зрителям достойный продукт. Тем более, что, как еще ранее стало известно из заявлений представителей компании Амазон, бюджет нового сериала составит рекордный 1 миллиард долларов, что прежде не было не только в телепроектах, но, по-моему, даже и в кино, поправьте меня, если я не прав. По поводу же сезонов, то еще во время покупки прав американцы говорили, что их будет не менее трех, теперь же во всех источниках уже фигурирует цифра 5, что в целом и неудивительно, ведь затевать такой сыр-бор ради нескольких сезонов вряд ли было бы выгодно. Ну а говоря о дате премьеры, что тут можно сейчас сказать? Точной информации у нас, к сожалению, пока нет, но еще во время покупки авторских прав представители Амазон заявили, что первый сезон зрители увидят не ранее, чем через два года. Было это в ноябре 2017-го, то есть до осени 2019-го года ожидать чего бы то ни было уж точно не стоит. А исходя из того, что ни каста, ни окончательной команды, включая шоураннеров, режиссера и так далее, в данном проекте еще до сих пор нет, то реально премьеры нового «Властелина колец» не стоит ждать, думаю, до 2020-го года. И кстати, коли мы уже заговорили о команде. Еще ранее появились сенсационные в кавычках новости, что отец-создатель трилогии «Властелина колец» оскароносный Питер Джексон примет такие участия в создании нового сериала. Скажем так, это и так, и нет. Дело в том, что Джексон через своего помощника и партнера Питера Нельсона в самом деле ведет переговоры с Амазон на предмет его участия в их проекте. Вот только пока неизвестно, в качестве режиссера ли или скорее исполнительного продюсера. Но, как сообщает, к примеру, один из крупнейших фанатских ресурсов по «Властелину колец», Питер Джексон далеко не единственный, с кем американский медиагигант ведет переговоры. То есть Амазон прямо сейчас ведет активные консультации с разными сценаристами, режиссерами и продюсерами по поводу того, как им лучше потратить свой заветный миллиард. Имя Питера Джексона также имеется в данном списке, но на это время оно лишь одно из многих. Так что говорить о его участии в новом сериале пока что однозначно рано и время покажут, смогут ли все стороны переговоров прийти к общему знаменателю. А теперь давайте перейдем к одному из самых интересных вопросов участия актеров из трилогии Джексона в новом проекте. Что известно на этот счет? Наибольшее рвение пока что проявил британец Инма Келлен, который в эфире радио BBC не на шутку возмутился даже теоретической возможности того, что в новом сериале появится и новый Гэндальф. Что значит новый Гэндальф, негодовал актер. Я не сказал да, потому что меня пока что еще никто не спрашивал. Но что вы думаете, кто-то другой сможет его сыграть? Гэндальфу более 7 тысяч лет, так что я еще не слишком старый. В общем, как видите, Мак Келлен даже и представить не может, чтобы его самую известную роль отдали кому-то другому, а значит его мы имеем все шансы увидеть и в новом проекте. Если, конечно, съемочная команда не решит, что британец и вправду слегка староват. Но такое рвение наблюдается далеко не у всех участников трилогии Питера Джексона. Например, Энди Серкис, который перевоплощался на экране в Смоя Гола, говорит, что он не особо-то видит себя в новом сериале. Это звучит странно, продолжает он, но я не вижу себя частью нового телепроекта. Это должно быть что-то свежее и принципиально другое, так что вряд ли я туда впишусь, говорит актер. Примерно такого же мнения придерживается и Джон Рис Дэвис, игравший роль потешного Гимли. Я не думаю, что дело тут в том, чтобы создать что-то лучшее, говорит актер. Смысл тут только в том, чтобы заработать больше денег. Если они считают, что в состоянии это сделать, тогда у них все получится, продолжает он, но в то же время дает понять, что сам вряд ли присоединится к затее Амазона. А вот кто еще не против как раз-таки к ней присоединиться, так это Шон Эстин, исполнивший роль верного соратника Фрода Сэма. И это в целом неудивительно, учитывая тот факт, что у актера за последние годы не было уж очень удачных ролей, так что участие в новом крутом проекте для него еще один шанс. Шон говорит, что он уже давно был уверен, что лет через 15 «Властелин колец» будет переделан заново, на что люди всегда отвечали ему, что это никогда не произойдет, ведь это классика. Но я всегда знал, продолжает актер, что это случится, ведь «Властелин колец» это такая огромная история. Так что, как видите, актеры первой трилогии разделились пока что на два лагеря. Те, кто охотно готовы принять участие в новом проекте и ждут его с нетерпением, и те, кто скептически отнеслись к подобного рода затеи, хотя и не исключено, что кругленький гонорар от Амазон способен будет развеять весь их скепсис. Как бы там ни было, Айлайджа Вуд, Орландо Блум или Вига Мортенсен пока что свое веское слово еще не сказали, а именно от этого, уверен, будет зависеть очень многое. Хотя, если говорить честно, то актерский состав фильмов Джексона за это время стал старше почти на 20 лет, если брать с момента съемок «Братство кольца». В то же время работа над новым проектом еще даже не началась, а после начала длиться будет еще как минимум лет пять. Так что это большой вопрос, пойдет ли Амазон и Нью Лайн на такой риск, и не решат ли прагматичные американцы набрать полностью новый каст, не ассоциирующийся никак с предыдущими фильмами. Кстати, что вы думаете на этот счет? Вам скорее хочется увидеть на экранах все тех же, пусть и существенно старших актеров, или вы считаете, что все лучше начать с чистого листа? Давайте обсудим это в комментариях, а я тем временем хочу затронуть еще две очень важные темы. Первый из них – трейлер. Тут в целом особо долго говорить не приходится, понятно, что у таких грандиозных проектов, каким должен стать новый сериал, промо-компания тоже всегда достаточно крутая. То есть трейлер может выйти даже и за год до премьеры, и тем не менее, понятно, что в 2018 ожидать его уж точно не приходится. Самое раннее, по мнению экспертов и критиков, это весна 2019 года, а так по-хорошему, скорее даже вторая половина. Так что пока что, увы, нам с вами остается лишь мучиться в догадках и ждать. Но чтобы ожидание было более продуктивным, пожалуй, самая важная часть этого видео. Давайте попытаемся вкратце выяснить, о чем же вообще может быть новый «Властелин колец». Как было известно с самого начала, сериал от Amazon не станет заново пересказывать события саги Питера Джексона, а будет, скорее всего, приквелом этой истории. Что же, вот как сейчас выглядит топ самых подходящих тем, по мнению фанатов? Первое, это история Арагорна. Ведь одному из главных героев «Властелина колец» на момент появления в фильмах было уже за 80, и за эти более чем 80 лет с ним произошло много потрясающих событий, которые можно экранизировать. Единственным «но» тут может быть уж очень ярко выраженный один главный герой, что сужает историю и в то же время делает весь сериал сильно зависимым от выбора актера, ведь далеко не факт, что Вига согласится на новый проект. Второй вариант, по мнению фанатов, это история Берин и Лютиэн, вышедшая не так давно отдельным романом. Это история любви смертного мужчины и эльфийки, события которой разворачиваются задолго до «Властелина колец», а кроме Саурона, знакомых по трилогии персонажей и вовсе нет. Дальше третий вариант – повествование о взаимоотношениях главного злодея Саурона и эльфа Килибримбора, которые вместе создали «Кольца власти». История вполне в духе «Властелина колец», которая, думаю, понравится большинству зрителей. Следующим четвертым вариантом, по мнению фанатов, может стать незаконченная книга Толкина «Дети Хурина» – трагическая история, охватывающая достаточно большой отрезок времени и, соответственно, неплохо подходящая для сериала. Ну и, наконец, пятый вариант – это история Элендела и Исилдура, в которой тоже хватает битв, эпоса, да и знакомых по трилогии Питера Джексона персонажей. Примерно вот так выглядят топ-5 версий для нового сериала, по мнению фанатов. Выберут ли хоть что-то из этого Амазоны Нью Лайн, пока что неизвестно. Ведь ни имени сценариста, ни даже примерной тематики нового сериала пока никто не раскрывает, а может их попросту еще и нет. В любом случае, в этом видео я постарался обобщить для вас всю имеющуюся на данное время информацию и ответить на большинство имеющихся вопросов. Если же таковые все еще остались, пишите их в комментариях, так как у меня, пожалуй, на сегодня все. Кому понравилось это видео, жмите лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход свежих выпусков. Спасибо всем за просмотр и всем пока!